Ну что ж, друзья, всем привет! Я снова рад вас видеть, и я надеюсь, что вы меня тоже, потому что сегодня я подготовил для вас очень интересный ролик. Я знаю, что вы у меня очень сильно любите прыгких ящериц, и, как вы понимаете, видеоролик сегодня о них. Если быть точнее, то сегодня мы с вами наконец-таки выведем моих прыгких ящериц из зимней спячки, так как на улице уже наступила весна, и начинается потихонечку новый сезон. И в этом году я постараюсь отснять для вас очень много крутых видеороликов. Ну что ж, ребят, давайте не будем медлить, и наконец-таки приступим к нашему ролику. Перед этим обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, если вы вдруг еще не подписаны, потому что там очень интересно, и я очень часто общаюсь со своими зрителями. В общем, поверьте на слово, там очень интересно. Все, я думаю, вы меня поняли, я вас тоже. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мы начинаем, поехали! Ну а что было дальше, я думаю, вы и так все прекрасно знаете. Те, кто смотрит мой канал уже давно, прекрасно понимают, что я постепенно начал выводить своих ящериц из зимовки. Соответственно, сначала я их поставил возле самого прохладного места, а именно возле балкона, ну а затем просто поставил в комнате при комнатной температуре. Ну и, соответственно, периодически проверял состояние ящериц. В целом, друзья, как вы понимаете, после того, как мои ящерицы простояли у меня при комнатной температуре на полу, я переселил их в террариум. Но после того, как я пересадил их в этот террариум, я его немножечко увлажнил из пульверизатора, и в целом оставил их на ночь для того, чтобы они более освоились и вернулись к прежнему ритму жизни. Так как уже на следующий день я планировал включить ему лампочку ультрафиолетовую и оставить так на весь день. Но, как вы понимаете, не все так гладко, потому что в этом году не обошлось без потерь. Ну а если быть точнее, то умерла самая молодая и самая маленькая ящерица-игла. Она была самой молодой, и в целом я первый раз ее в этом году зимовал, как в целом и самца. Но в этот раз она не пережила зиму, покрыла себя какими-то, даже не знаю, зелеными пятнами, что ли, зеленовато-желтыми или салатовыми. Ну, в общем, не суть. В общем, я не знаю причину ее смерти пока что, но постараюсь разобраться и понять, в чем причина. Но другая самка, которая зимовала рядом с ней, хорошо отзимовала, и в целом она сейчас чувствует себя хорошо. Как вы поняли, сейчас ящерицы сидят в террариуме, и сегодня их ждет первая ночь в 2024 году, и надеюсь, что она пройдет удачно. Ну а дальше я уже покажу, какие изменения произошли в будущем, и в целом увидим, что да как с ящерицами. Утром следующего дня я сразу же после того, как проснулся, пошел включать лампы ящерицам. Но так как напротив террариума у меня находится окно и балкон, из которого попадает солнечный свет, то ящерицы уже были активными. Но несмотря на это, лампы я, конечно же, включил, а затем решил убедиться, все ли хорошо с ящерицами. Я посмотрел, с ящерицами оказалось действительно все хорошо, и это была их первая ночь, которую они переночевали удачно. Визуально никаких плохих изменений в выход здоровья я не заметил, и решил, что все хорошо. Оставил лампы включенными, а сам пошел собираться в колледж. После того, как я вернулся из колледжа, ящерицы чувствовали себя довольно-таки неплохо. А так как в этот день их уже можно было кормить, я решил это сделать. Ну что, друзья, как вы поняли, зимовка прошла удачно, если не считать тот фактор, что одна из ящериц погибла. Но на самом деле, слишком уж сильно убиваться я не стал, потому что такое часто встречается и в природе. Но, конечно же, полностью оставаться хладнокровным я не могу, так как эта ящерица была очень любима мною. Но тем не менее, что случилось, то случилось. Но для остальных ящериц жизнь продолжается, и сегодняшний ролик тому пример. Как вы поняли, у ящериц со здоровьем вроде бы все отлично. А также они уже отошли от зимней спячки и даже поели в этом ролике. Ну что ж, я буду заканчивать. Я надеюсь, что этот видеоролик вам понравился. И очень рассчитываю на то, что вы поставите лайки под этим роликом. Также подпишитесь на мой YouTube канал. И если вы вдруг не подписаны на мой Telegram канал, то тоже обязательно подпишитесь. Ссылочка в описании. Ну что, друзья, желаю вам удачи, желаю успеха, желаю счастья вашим питомцам. В общем, всем удачи, всем пока-пока, до новых видеороликов.